Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и это будет очень короткий апдейт по ситуации на крипторынке. Поехали! Ну что, приятно видеть снова зеленые значения, правда, несмотря на то, что мы были в два раза выше по всем монетам пару месяцев назад, но тем не менее, значения снова зеленые, потому что, да, мы до этого были еще немного ниже. Мы видим, что эфир обгоняет биткоин, что является, конечно же, знаком для альтов очень хорошим. Мы видим, что и биткоин тоже поднялся на 5,5%, а эфир на 12% почти. Ну и остальная альтуха тоже оживает в целом, но если мы глянем, конечно, за месяц, то, да, за месяц мы видим, что альты просели, а биток топчется на месте. Индекс страха и жадности потихонечку выходит из зоны экстремального страха, направляется к средним значениям, в сторону жадности. Отскок мы наблюдаем хороший, по MarketCypher мы видим зеленую точку после усечения вот этой волны, но по MarketCypher, конечно, лучше, чем я, гораздо расскажет вам Аксенсус, а также ребята на его канале Russian Family of MarketCypher. Ссылку оставлю в описании, обязательно подпишитесь и посмотрите, если вам интересен этот индикатор. Также чуваки делают крутые переводы. I am on Tech, CryptoZombie, CryptoFace, BitBoy Crypto и других крутых англоязычных ютуберов. Ну что, смотрите, точно, ребята, точно, как я вам предсказывал, если мы пробьем вот это сопротивление, то мы пойдем в лонг. Вот, но я вам предсказывал и без пробития всяких сопротивлений, если вы помните, то мы пойдем в лонг. И надо чего отметить, сегодня понедельник, сегодня день хороший, торги открылись, в том числе и на золото. Кстати, напоминаю вам, что на нашей любимой бирже Femix, и это не реклама, видите, я сам торгую, я беру золото. Дисклеймер, конечно, на финансовый совет, но золото в супер перепроданной зоне. Вот, а также и битком здесь можно торговать, и всеми другими альткоинами. На данной бирже представлены как фьючерсные контракты, так и спот-торговля. Спот-торговля с нулевыми комиссиями, если вы подписываетесь в подписку премиум, она там стоит какие-то 3 копейки в год, но вы платите вообще 0% фи. Вот, а в контракт-трейдинге тоже там свои плюшки и ништяки вы получаете по нашей ссылке до 200 долларов бонусом на депозит. Я в данном случае набираю золото и биткоин держу сейчас, но думаю еще добрать каких-то альткоинов здесь. Ссылка на биржу, как всегда, в описании, так что регистрируйтесь по ней. Вот, ну а так что можно еще сказать, что да, битовчик отскакивает, альточки отскакивают, но медленнее, как мы с вами ожидали сейчас, поскольку доминация, мы видим отскок по биткоин-доминации, да, то это значит, да, что альткоины идут медленнее. Либо альткоины быстрее валятся, либо они медленнее растут. Соответственно, в битке сейчас в моменте находиться лучше вот с этих самых пор. Но опять же как, если кто-то вот здесь вот в моменте в битке был находиться хуже. Сейчас, может быть, опять будет такой моментик, который в битке будет находиться хуже, ну, например, но потом все равно, скорее всего, еще больше отскок, но потом все равно, я думаю, что мы увидим обновление вот этого лоу по доминации. Тут как бы я таким образом вангую, если что-то не сбудется, не обижайтесь, но я жду либо вот такого, либо вот такого сценария, либо вот такого, но в целом с обновлением лоев. И это будет означать то, что альтсезон и что альты, конечно, начнут все-таки стрелять по-человечески. Вот. Но, как говорится, будем посмотреть. Вот сейчас уже первый предвестничек того, что все-таки альтсезон не закончен, это эфир. Эфир к битку мы видим, что прет гораздо лучше. Ну, то есть то, что эфир к битку сейчас начал расти, но опять же на дневной, смотрите, на дневном таймфрейме мы видим всего лишь маленькую зеленую свечку. Не обольщайтесь, что называется, да. Вот у нас здесь на MarketSypher зеленая точка. Так что в целом, да, вроде бы лонг. С другой стороны на MarketSypher же здесь сдулась волна money flow зеленой эфир к битку. То есть в теории сейчас может быть ложная зеленая точка, крест. Если вы здесь увидите желтый крест, и эта хрень пойдет вниз. Но с другой стороны вот здесь горбик загибается, да, не знаю. Будем посмотреть. Очень интересная сейчас развилка. Может быть это ложный рост эфира и альтов сейчас. Но в целом мы видим, что вот у нас за этот день уже эфир к биткоину подрос. Так что посмотрим. Я все еще на самом деле топлю за альты, потому что я вижу те альты, которые не отстрелялись. Знаете, ну видно же невооруженным глазом, например, что DoggyCoin отстрелялся, да, DogeCoin. Я имею в виду глобально, включайте недельку. И смотрите за последние месяцы. Ну вот DogeCoin, когда мы его здесь набирали с вами, он очевидно отстрелялся вот здесь, правда? И все, кто надо, вышел и по 10x, и по 50x, и по 100x. Эфир Classic тоже уже как бы может быть не до отстрелялся, он может быть вот здесь в середине, вот. Но тем не менее он дал очень хорошие иксы, согласны? Согласны же? Кто набирал вот здесь вот с нами Эфир Classic, да даже вот здесь кто набирал всю дорогу. Сейчас в хорошем плюсе. Поэтому, возможно, что он даст еще как DogeCoin наверх, возможно. Но уже имеет смысл часть профитов забирать. А вот всякие Dash, LiteCoin, Zcash, ваши любимые, все, они еще не отстреляются. Сегодня даже их смотреть, наверное, не будет. Ну, манера, возможно, уже чуть-чуть, но тоже манера только набирает. Манера, кстати, в очень устойчивом восходящем аптренде находится. Давайте взглянем Dash. Dash вообще в суперперепроданной находится зоне. У меня на Dash все еще основная ставка. И кто не высидел вот эту вот коррекцию, для кого-то в моменте был огромный дамп, отдалитесь просто на, не знаю, на месячный вообще. И осознайте, что вы, где вы себя дали вытряхнуть? Вы себя дали вытряхнуть вот на этой маленькой коррекции. Как бы, ну, хз, чуваки. Вот, поэтому, что тут скажешь про альты, посмотрим на следующем лайвстриме. Так, в целом, я говорю, вижу хороший отскок. Вижу, что сейчас, конечно, в моменте биток набирает лучше, но все может измениться в секунду. Вы знаете, как этот рынок работает. Тут, как бы, глупо привязываться к своим ожиданиям, потому что все меняется ежесекундно, вообще. Вот, так что, что тут скажешь? Не знаю, вот, на байбите все лангу, потихонечку все в плюсе. Как бы, были минуса, конечно, я вам их показывал на днях, но вот уже снова все в плюсах. Я только добирал, ничего не фиксировал, по-моему. Биток еще добрал на проливе. Ну, так, по чуть-чуть. Дэш тоже, вот, выходит в плюс. На фиче и на кроссе. Потихонечку, потихонечку, потому что, видите, медвежье настроение. Все говорят, что ниже пойдем на 25, там на 20. Все обсирают всех аналитиков, которых мы переводим на канале Crypto Commons 2.0. Олесио, Кевина. Ну, на самом деле, посмотрим, как они заговорят. Как они запоют через пару недель, через месяц. Или через пару месяцев. Вы поймите, что крипта это такая тема. Может быть, даже, может, даже до августа еще все попадает. Или сентября. Никто не застрахован. Может, мы даже кольнем вообще еще ниже. Не вопрос. Но, какова вероятность этого? Уже небольшая. Но, какая вероятность, что вы останетесь не в ракете? Довольно-таки большая. Поэтому, сами взвешивайте все истории. Вот. Ну, и главная новость, конечно же, я вчера не сделал по этому поводу видео. Я видел богатейшего Ди. Он красавчик, что принес эту новость первым на русскоязычный сегмент. Но это регулятор Великобритании запретил Binance деятельность в стране. Я вам что хочу сказать? Я вам хочу сказать так, по своему опыту. Я помню точно такие же новости абсолютно в 2017 году. Сейчас я вам покажу на графике, где. Вот. 2017 год. Предыдущий бетчер рынок. Я помню точно такие же новости про то, что банят биткоин, банят, запрещают биржи. Вот здесь и вот здесь. Я точно не помню. Но, по-моему, и там, и там. Вот здесь вот, когда тоже казалось, что это конец был урана. Посмотрите, как это выглядело. Никто же не знал, что на 20 тысяч улетим. Я знаю, что многих сейчас смотрят меня, те, кто только пришли на рынок в 2020 году, в 2021. Вы еще не привыкли к таким движениям. Посмотрите, как выглядел биткоин. Вот был предыдущий all-time high в 1300, в 1200 долларов, простите. И вот мы переписали all-time high и стоили в 2-3 раза дороже. Прямо как сейчас. Обратите внимание, вот такие же резкие коррекции. И на этих коррекциях, когда биток упал там с 5000 на 3200, посмотрите, тоже какое мясо было. Тоже все писали, что все, бан, скам, короче, везде запрещают, форки там делают и прочее такое. Биткоин кэш там начал появляться, типа биткоин, скам там. Запрещали все биржи, все майнеров тоже. Все вот то же самое. И дальше, посмотрите, что было. Пуу. Мы улетели еще на 5 иксов. Я не говорю, что это точно сейчас произойдет. Но представьте, что будет, если так. Сейчас вам говорят слабым рукам, чтобы вы продавали таким образом. Понимаете? Типа все, типа провоцируют сейчас жители Великобритании, чтобы они распродавали свою крипту по дешевке. Потому что, ну как, им же нельзя больше. Только умные смогут через VPN сидеть там, через какие-то другие истории. А Камичьев все, новые инвесторы, которые чисто спекулянты, зашли на рынок, они по-любому распродадут. Так что, может, мы в моменте еще чутка и попадаем. Но на самом деле, в итоге все это придет к одному результату. Вот к такому. Понимаете? Поэтому, что тут скажешь? Как всегда, трезубец наверх. Потому что, куда бы это ни пошло, докуда это бы ни пошло вниз, это в любом случае, букет смотрит наверх. Вот такой вот сегодня анализ от Greeny. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось. Не паникуйте. Не паникируйте, как говорит Тон Лесич. Добавляйтесь к нам в тележечку. Все ссылки в описании. Новая биржа Ascend X. Скоро о них будет подробный выпуск. А пока просто регистрируйтесь по ссылке также, потому что биржа офигенненькая. Кроме всех наших любимых бирж, Bybit, Femex, Binance, вот добавили Ascend X. У них есть очень крутая особенность. У них на фьючах можно в кросс-обеспечении держать любые монеты. Такого нет ни на одной бирже. Обычно на фьючах вы держите либо USDT, либо BTC, ETH, если это инвестная маржа. И торгуете только BTC или ETH, как нововид. А здесь вы можете класть любые монеты и торговать любыми монетами. Уникальная тема. Ну и наши любимые обменники. Кому нужно выводить, заводить фиат в крипту и наоборот FastChange и CryptoExchange. Пользуйтесь на здоровье, переходите по ссылкам. Так что с альтами аккуратненько. Можно перезаходить плавно в alt-BTC to the moon. Кто торгует к битку, а кто торгует к доллару. В принципе и так все отскакивает. Ну а у меня на сегодня все. Всем профитроли. И увидимся в следующих выпусках. Пока.